Прорвала трубы на чердаке и все четыре этажа затопила. Ольга Яшина живет на первом этаже дома, но затопила и ее квартиру. Женщина проснулась среди ночи от того, что ей на лицо с потолка начала капать вода. Вместе с детьми женщина бросилась спасать имущество. Но лила так сильно, что диван, ковер и одежда в шкафу промокли насквозь. Приехала, даже не узнала свою квартиру. Вот посмотрите, что у меня творится. Вся щебенка, вся эта, вот все здесь, все на полу валяется. Это везде все затопило. Обувь вон она, течет, все, вот все течет, вот все течет, смотри, течет. Это все вода. Квартира Валентины Капитоновой пострадала еще больше. В ее маленькой комнате на третьем этаже обвалился потолок, причем на кровать. Женщина рада лишь тому, что была на даче, иначе страшно представить, чем все могло закончиться, признается пенсионерка. О потопе по телефону ей сообщили соседи. Залила только один подъезд, поэтому электричество во всем доме не отключили. А жильцам промокших квартир посоветовали не включать электроприбор, иначе может произойти короткое замыкание и пожар. Вы можете представить, когда вот люди... Местные жители рассказали, что их дом был построен еще в 1932 году. Восемь лет назад он был признан аварийным. С тех пор люди терпеливо ждут, когда их переселят. Но как жить в квартирах после потопа жильцы не представляют. Надо какие-то меры принимать. Выселять собираются у нас уже четыре месяца, и до сих пор не выселяют. Все ждем, не знаю, что будет. Все мокрое. Как жить? И без света остались. Без света. Сказали, свет не включать, пока не просохнет. А это разве когда просохнет? Это мы сколько должны без света жить? Мы ждем переселения. Первый этап уже был переселен. Второй этап уже вот-вот начинает вызывать. Мы как приватизированные, нас еще в третий заход будут вызывать. По словам жителей дома, завтра они планируют идти разбираться в управляющей компании. Сегодня это сделать им не удалось, потому что выходной. Артем Логвинов, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир.